Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей. Я инженер технической поддержки компании Rusonix. Как полагается у всех серьезных компаний, мы ведем определенную статистику всех частых запросов в техническую поддержку. И мы выделили основных два вопроса. Хотел бы начать с вопроса о том, почему мы не используем Bittrex ENV на наших серверах. Мы решили выделить два типа, вообще рассмотреть, какие есть окружения и сравнить их. Первый тип – это, конечно же, Bittrex ENV, разработанный компанией Bittrex. Вторая категория – это собственные разработки хостинг-провайдеров, которые решают какие-то определенные специфические задачи. Что такое вообще Bittrex ENV? Bittrex ENV – это такая, своего рода, тепличная среда с рядом предустановленного ПО, которая уже настроена и полностью готова к работе с CMS Bittrex. для чего вообще ее можно использовать? Это окружение очень удобно для разработчиков, для системных администраторов, которые находятся в стадии подготовки сайта. То есть очень удобно скачать Bittrex ENV, установить и уже иметь готовую абсолютно площадку для продолжения разработки. Также многие хостинг-провайдеры используют Bittrex ENV как шаблон для своих тарифных планов. То есть они берут Bittrex ENV, накатывают свои какие-то доработки, и в итоге получается полноценный тарифный план готовый опять же к работе с CMS Bittrex. Также, используя Bittrex ENV, есть отличная возможность создания своего полноценного кластера для продуктов Bittrex. Данный кейс я хотел бы сразу отнести к плюсам Bittrex ENV, то есть это софтварная кластеризация прямо из коробки. Если вы владелец какого-то интернет-магазина, либо нагруженного интернет-портала, то в принципе вопрос стоит, помимо того, что сайт должен работать быстро, хостинг должен поддерживать еще масштабирование. То есть все мы знаем о каких-то распродажах, праздниках, когда поток клиентов гораздо выше, и нагрузка на сервера, соответственно, тоже возрастает. Изменяя конфигурацию сервера, то есть расширяя контейнер, мы можем столкнуться с проблемой, нам необходимо донастраивать сервер. Bittrex ENV умеет делать автоматически, что весьма удобно. Третий пункт – это вообще, в принципе, Bittrex ENV очень универсальная среда. Скачав ее, вам вообще ничего не нужно делать, вы просто имеете готовую уже площадку, не надо делать никаких донастроек, и вы можете быть уверены на 100%, что все задачи и функции Bittrex будут на ней работать. Из особенностей Bittrex ENV я хотел бы выделить то, что конфигурируется она полностью с под SSH, используя определенное меню, то есть какая-то веб-панель управления хостингом, хостинг-площадкой отсутствует. Также Bittrex ENV хорошо справляется с рассылками Bittrex, но, к сожалению, не имеет полноценного почтового сервера. То есть если вы организация, может такая стоять перед вами задача – это создать корпоративную почту. К сожалению, на Bittrex ENV это не получится. Возможно, придется использовать какие-то сторонние решения. Также в предустановленном ПО есть PHP, который, к сожалению, изменить нельзя. Что же такое сервер без забот? ВПС сервер без забот базируется на контейнере виртуализации виртуоза от компании Odin. И плюс сверху наша наработка, наша кастомизация, которая также имеет ряд предустановленного ПО, настроенного, готового к работе с продуктами 1S Bittrex. Если взять среднестатическую ООО, приблизительно 3-30 человек, то у таких организаций может в принципе не быть возможности арендовать выделенный сервер. Либо же от масштаба бизнеса их вообще нет такой нужды в принципе. Наши системные администраторы просчитывают ряд предустановленного ПО так и все конфигурации и лимиты, чтобы организовать отказоустойчивую и производительную платформу, используя как можно меньше серверных ресурсов. Также сервер без забот имеет полноценное управление серверными компонентами прямо из веб-интерфейса. Такие же организации могут не иметь определенных сотрудников, системных администраторов, либо веб-разработчиков, которые будут заниматься настройкой и конфигурацией сервера. То есть это возможность взаимодействия клиента как клиента, а не разработчика, либо системного администратора с сервером. Я также хотел бы этот кейс отнести сразу к плюсам сервера без забот. То есть мы имеем полноценную панель, мы можем управлять полностью серверными службами, конфигурировать их, создавать почтовые ящики, виртуальные хосты и так далее. Полностью все это с панели. Также имеется на выбор несколько почтовых серверов. Опять же, это плюс вы можете создать корпоративную почту. И есть мультиверсионность PHP. Это удобно не только для разработчиков, то есть вы можете разрабатывать под определенную версию PHP сайт на заказ клиента, но это удобно для клиентов, которые, к примеру, могут использовать неактуальную версию Bittrex. Какие особенности сервера без забот? Когда клиент покупает хостинг под Bittrex, он в принципе подразумевает уже… То есть вы устанавливаете сайт, и вам не нужно делать никаких донастроек, все уже должно работать с коробки. В 90% случаев это так, но есть такой стереотип, что к хостингу в Rusonix надо в принципе привыкать. Есть 10% этих клиентов, которые могут столкнуться с какими-то либо лимитами, либо ограничениями, либо не хватает какого-то предустановленного ПО. Это все из-за того, что для того, чтобы организовать оптимизированную систему, она хорошо работала при большой нагрузке, необходимо жертвовать какими-то определенными лимитами, конфигами ПО. То есть идеальную систему сделать нет возможности. Также по статистике в принципе вопрос о кластеризации пока что не актуален. Сервер без забот хорошо справляется с большими нагрузками, но тем не менее это минус. Я отношу его ко второй категории особенностей сервера без забот. Хотелось бы провести тест. Для теста мы взяли новую ветку Bittrex, это 15.5, и редакция Bittrex, интернет-магазин, и два абсолютно идентичные VPS-сервера с двухъядерным процессором, каждый по 1 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и HDD-диски. Проведя тест и взяв среднее арифметическое, мы видим, что BittrexM показывает на такой же конфигурации без каких-то дополнительных донастроек, без донастроек самой CMS, 41 попугай. Сервер же без забот, опять же, без каких-то дополнительных донастроек сервера, донастроек CMS, 48. В принципе, значения не сильно отличаются, но тем не менее отличаются. Подводя итог, я могу сказать, что Bittrex ENV – это действительно универсальная среда на все случаи жизни. Она очень удобна для разработчиков, для системных администраторов, и в принципе на ней можно размещать полноценные проекты, может, не такие нагруженные. Если же при выборе хостинга у вас стоит цель как раз-таки держать довольно-таки нагруженный проект, интернет-магазин, либо же СМИ в сайт, либо же политический, то сервер без забот – это решение для вас. Вторая часть моего доклада, второй актуальный вопрос – это защита от DDoS. Действительно ли это проблема? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы взяли статистику у наших системных администраторов. Мы в неделю, точнее наши системные администраторы, отбивают от 4 до 5 приблизительно DDoS атак, средние нагрузки, средней мощности. При этом клиент даже в принципе не знает, что на него была направлена DDoS атака. То есть это очень актуальная на данный момент проблема для тех же интернет-магазинов, для СМИ, для политических сайтов. И в новой ветке Bittrex 15.5 есть такая уникальная функция – это защита от DDoS. Она включается в принципе в три этапа, то есть нам достаточно заполнить форму на сайте, точнее в административной части Bittrex, активировать защиту, вам приходит на почту информация с данными входа в личный кабинет куратора. На кураторе вы заполняете опять же веб-форму, отправляете на модерацию и есть третий пункт. Третий пункт – это куратор вам предоставляет IP-адрес, на который вы должны будете направить запись вашего домена и предоставляет список IP-адресов, которые необходимо будет внести в разрешенные в конфигурации фаервола вашего сервера. Мы, так как мы понимаем, что конфигурация фаервола может занять достаточно много времени, то есть клиент обычно пишет тикет, системный инженер настраивает фаервол, это все занимает время. Так как мы понимаем актуальность такой проблемы и срочность ее решения, мы решили автоматизировать этот процесс. То есть клиенту третий шаг достаточно самому создать файл куратор CFG в корне вашего сайта, добавить туда список IP-адресов, которые предоставляет куратор встречным сообщением после модерации, и сервер в течение минуты автоматически найдет этот файл, сконфигурирует сам полностью IP-таблс таким образом, чтобы было все закрыто свне, кроме IP-адресов куратора, и в принципе уже сервер готов абсолютно к работе с фильтрацией от куратора. То есть подводя итог, в принципе, за счет такого треугольника Bittrex, куратор, Rusonix, вы можете, точнее не вы, а клиент буквально за час один может отбиться довольно от мощной DDoS-атаки и продолжить делать бизнес. Спасибо. Маленькая автоматизация, а очень полезная, очень приятная. Спасибо. Коллеги, у кого вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Я, в принципе, хотел дополнить, что вот наше веб-окружение на самом деле не является какой-то там прямо панацином. Часто задавали вопросы, особенно хостеры, что, а что будет, если мы его не будем использовать? Ничего не будет. То есть мы его даем как некую базу, которую можно посмотреть, можно взять за основу и чуть-чуть переделать, можно посмотреть, понять принцип, полностью убрать, сделать полностью свое. Это, в общем, действительно реально как некая база, если у вас получается собственное решение, которое для конечного клиента там получается, ну, реально гораздо удобнее, потому что мы не можем предусмотреть настройку почты, потому что мы не знаем, где клиент разместит у себя внутри, где-то снаружи, на хостинге, еще что-то, поэтому не занимаемся этим вопросом. Но если вы на своей конкретной площадке задачу клиента решаете, получается классное, удобное решение. Спасибо. Спасибо за внимание. Коллеги, у нас…